Гражданская война в профсоюзах. Малочисленные членские организации обвиняют аппарат Союза в намерении выселить их издания по адресу Дзержинского 3 в Петрозаводске. На заседании Совета Союза большинством голосов решили ввести арендную плату для всех организаций, которые занимают помещение в Доме профсоюзов. Несогласные с нововведением созвали журналистов. 220 рублей за квадратный метр будут платить все членские организации, занимающие кабинеты в Доме профсоюзов. Такое решение приняли на заседании Совета Союза. При этом членские взносы пообещали уменьшить. Коммунальные платежи растут и в рамках того экономического состояния, которое сейчас имеет вся республика в целом, мы вынуждены были разделить. Эти коммунальные расходы, собственно говоря, не только между Союзом, но и членскими организациями. Раньше коммунальные услуги оплачивались из бюджета Союза, который составляет около 15 миллионов рублей. 12 из них – это деньги частных арендаторов, остальные – членские взносы. Как утверждают члены малочисленных организаций, нововведения выгодны трем крупным профсоюзным ячейкам, которые базируются вне дома. А малочисленные организации попросту выселяют из здания. Когда мы проанализировали эту арендную плату, мы можем потянуть только три организации. Восемь организаций должны сегодня просто-напросто идти на улицу и не выдержать тех платежей, которые необходимо делать. Тем организациям, которые не смогут платить, Союз предложил освободить свои кабинеты и перейти в общее помещение. Организации с этим не согласны. Сегодня у работодателей грубейшие нарушения торговли, начиная от приема на работников и заканчивая увольнением работников. В республиканской организации в любой должен быть офис, куда каждый член профсоюза может прийти со своей жалобой, со своим письмом, со своими бедами, которых нужно выслушать. В случае, если малочисленные организации откажутся оплачивать счета, как минимум семь представителей разных отраслей будут занимать один конференц-зал. А семь освободившихся помещений будут сдаваться в аренду частным компаниям. Маргарита Михайлова, Владимир Волотовский, телеканал Ника+.